дорогие мои уважаемые подписчики всем привет сейчас я выложу аудио протокол судебного заседания которое состоялось в Ачинском городском суде по исковому заявлению значит как утверждает истец что она потребитель потребитель что мы кстати оспариваем вот по исковому заявлению бывшего сотрудника суда и нынешнего следователя я уж не знаю какой там человек следователь я вообще ничего плохого говорить не хочу я хочу просто показать как проходят судебные заседания особенно если в них на противоположной стороне присутствуют работники органов полиции хочу показать их знания законодательства в принципе потому что когда следователи расследуют дела уголовные дела они все равно с гражданским кодексом всегда и тут возникает проблема давайте посмеемся в проблеме я поставила машину в ремонт в ооо машина времени я говорю но нету такого ооо суд говорит нету такого ооо ооо должен быть и нын н н о грн юридический адрес но там же написано было на вывеске что этом машина времени ой господи машина времени вернуть бы туда в институт обратно чтобы показать что такое машина времени где человек получал диплома высшим юридическом образовании название автосервиса это не говорит что это ооо машина времени там и п рога и копыта да и п иванов иван иванович но это не говорит что это ооо юрлицо нету такого юрлица ей говорят нет человек нет я была в машине времени и говорят нужно доказать что причина следственная связь есть между ремонтными работами которые сделал ответчик и поломкой вашего автомобиля а я ничего не знаю я ничего доказывать не буду я вот я уже начала сводить разговор к тому что мы сидим на лавочках но мы действительно вчера сидели на лавочках в суде в буквальном смысле это как разговор на базаре знаете на лавочке и говорит я даже не знаю как выражаться юридическим языком в таком случае если человек не понимает юридического языка и говорит что я не обладаю специальными познаниями в области защиты прав потребителей вот я так думаю на тогда дипломы киа спаривать как чел диплом вообще получал потому что это азы в принципе азы законодательства за гражданский кодекс защита прав потребителей и так далее вот у нас там есть показания вас есть показания какие показания не во-первых опрос свидетеля в гражданском кодексе но какие там показания показания в уголовном праве дают там протокол да здесь протокол судебного заседания ну то есть элементарные вещи которые у меня вызывают и смех и плакать хочется как обычно да опять же не хочу никого хаять потому что человек отслеживает мои записи вчера было сказано что я там блогер опять все выложу в интернет я говорю ну а кто не запрещает это сделать ну конечно я это выложу чтобы люди посмотрели что ну куром на смех реально вот машину сначала отремонтировала в одном сервисе потом не знал даже что нужно написать претензию уехала в другой сервис там ее разобрала неизвестно что там с ней делали вообще не присутствовал муж я была беременна и все такое вот ничего не знаю и через три года пришла в суд судиться а уже отремонтировала и запчасти какие-то там неизвестно с какой машины который нельзя идентифицировать и даже экспертиза судебная не могла их идентифицировать они лежат просто в коробке при таких обстоятельствах как можно удовлетворить исп я говорю мы же заявим все юруслуги тебе более того человек пишет в исковом заявлении не подумав что я использовала машину в служебной деятельности и говорит но я же не зарегистрирована как и п я же следователь я в госоргине работаю игру какая разница если налогия закона ты работаешь ты используешь машину не для личных целей а для зарабатывания денег тебе же зарплату платят значит это пойдем-ка в арбитражный суд и подаю ходатайство вчера а передачи дела по подсудности в арбитражный суд арбитражный суд вообще разговаривать не станет доказательств нет пошла туда ну на остров на то да вот поэтому нужно прежде чем идти в суд всегда думать а если мы выиграем все юр услуги моя оплата бензин экспертиза все ляжет и еще я вам хочу сказать что можно было в принципе назначить экспертизу в этом заседании но оплата должна была лечь на истца потому что в данном случае бремя доказывания если не гарантийный случай возложена на истца это вы и запомните если гарантийные обязательства доказывает тот кто вам исполнял если не гарантийный должен доказывать истец соответственно смотрите тут какая ситуация будет ли человек платить за эту экспертизу ведь разбирать мотор и все такое экспертиза не дешевая за прошлую экспертизу необоснованно была возложена оплата на ответчика экспертиза стоила пятьдесят тысяч рублей сейчас экспертизу можно провести но она все равно ничего не покажет там будет написано я даже знаю до слова невозможно определить вследствие того что транспортное средство отремонтировано было ранее идентифицировать запасные части тоже невозможно поэтому заплатить деньги результата может результата может и не быть соответственно человек хочет сна взыскать 70 тысяч и плюс 70 тысяч неустойки соответственно а у нас уже юридических услуг во уже 50 тысяч если проиграет дело опять ложится на нее и если это экспертиза это еще расходы то есть это будет уже больше даже чем те исковые требования которые заявил истец и потом потом я не зря спросила задала вопрос а кто же вам писал исковое заявление потому что мне смешно